Ребят, всем привет! Как и обещала, продолжаем серию обзоров доставки. Сегодня у нас самая обычная доставка. Я просто долго искала, на самом деле, что заказать и остановилась на Суши Воке. В целом, я вам сейчас расскажу классную тему. У них сейчас идет акция. Вообще, у таких вот достаточно дешевых сетей доставок часто проходят акции типа «Счастливые будни». И, в общем, каждый из этих роллов по акции стоил 250 рублей. Я сначала хотела заказать в приложении в Яндексе, потом подумала, зайду-ка я к ним на сайт. И вот у них на сайте как раз казалась такая акция. Поэтому, если хотите, выгодно поесть роллов. У меня на самом деле нет на них супер каких-то надежд. Но вот реально можно. 250 рублей, вот такая вот штучка. Давайте пробовать, если честно, голодная. Также мы сегодня с вами рассказывать. Я буду о, ну, не маньяках, а, наверное, таких странных людях. Типа маньяков, да, извращенцев, я не знаю. Сейчас все по порядку. Давайте сначала, наверное, попробуем. И я вам все расскажу, что у меня есть на этот счет сказать. Давайте, наверное, начнем. Я вот хочу вот эти попробовать роллы, потому что они самые красивые. Сейчас вы их увидите. Я не помню, как, что называется. Вот. Но они реально выглядят симпатично. А они еще, по-моему, с угрем. Давайте пробовать. Угу. Они вкусные. И я вот здесь, или вот здесь, прикреплю, сколько у меня вышло, какая цена. И название всех роллов, что здесь есть. Так вот, про маньяков. Вообще, на это видео меня натолкнула недавняя ситуация, которая со мной произошла. Сейчас расскажу. Давайте вот этот еще попробуем. Он вот такой. В целом, они, на самом деле, выглядят неплохо. Они нормальных размеров. Ну, конечно, как бы, видно, что здесь много майонеза. Ну, ничего. Знаете, такой сет можно заказать с подружками, когда, знаете, под винишко такого плана. Либо на работу, на обед. Абсолютно нормально. Съедобные роллы, да. Я ни разу, кстати, не пробовала суши Vogue. И мне хотелось попробовать. Вот и попробовали. Так вот. Буквально на днях, ну, может быть, недели три назад была такая ситуация. Я гуляла с собакой в парке. Это было утро. Все как обычно, вроде гуляем. И за мной ввязался мужчина. Он прям, знаете, шел за мной. Но я не придала этого значения. Думаю, ну, мало ли, просто человек идет. Я зашла с собакой на собачью площадку. А этот мужчина сел на лавку напротив собачьей площадки и сидит, смотрит на нас. Сразу скажу, что он не русской национальности, не славянин. Он, я не знаю, ну, азиат такой, достаточно смуглый был. Смуглый азиат. И смотрит, знаете, так странно на меня. И на Чарли, и на меня. И я ему у него спрашиваю. Я говорю, вам что-то надо? Типа, что смотрите? Он такой, типа, не, не надо. Встал и медленно пошел, знаете, от площадки, оборачиваясь постоянно на нас. Думаю, блин, ну ладно. Побыли мы на площадке там, не знаю. Были мы там одни. Долго я там не задержалась. И вышли. А я его палила все время. Где он ходит? Вышли мы с площадки. А я вижу, знаете, он так ходит по парку. У нас в парке, ну, как бы деревьев не очень много. И видно. Весь парк, считай, можно посмотреть, да, там с определенной высокой точки. Я вижу, что он ходит. И все время как бы в моем поле зрения. Я испугалась, на самом деле. Потому что было утро, было... Были люди, но было не так много людей. И я решила позвонить в службу охраны парка. Я знаю, что там ходят охранники. Я нашла в интернете их номер и позвонила. Они сказали, о, что, странный мужчина. Окей, сейчас придем, поможем. И все. Мы с Чарликом ходим дальше, гуляем. И я все время, понимаете, чувствую, что он смотрит. И я его вижу. И тут ко мне подходят два мужчины. Охранники, как оказалось. И они говорят, вы с этим вот странным мужиком сейчас говорили у собачьей площадки. Вы его знаете? Я говорю, нет, я его не знаю. Говорю, я вообще сейчас позвонила там, ну, к вам на пост сказать, чтобы кто-то пришел. Они говорят, мы типа за ним уже полчаса наблюдаем. Он очень странный. Ходит, смотрит на девочек там на маленьких на площадке. Говорит, сейчас вот за вами увязался. Ну, и дальше они за ним пошли. Он за мной, они за ним. Короче, покружила я тоже по парку. Погуляли мы. Я из парка выходить. А он мне кричит, девушка. Вот так, представляете? Я уже к выходу. Он, получается, идет за мной кричит, мне девушка. И хорошо охранники идут и подрезают его. Вот. Вот такая ситуация произошла. Я у охранников спросила, когда вот они тогда подошли. Я говорю, почему вы не вызовете полицию? Почему вы его не прогоните? Они говорят, мы не имеем права вообще его трогать. Типа нас самих как бы. Если мы его тронем, он тут очень говорит, что они там меня бьют и так далее. Типа мы не имеем права, нет таких полномочий. Короче, как бы остались, они следят за этим мужиком. Полицию вызвать на него нельзя. Типа потому, что он ничего такого не делает. Ну, конечно, ничего такого не делает. Просто ходит и смотрит на девочек, да? Маленьких. Кошмар. Вот. Ну, я ушла. Все как бы, не знаю, что там было дальше. Больше я не видела этого мужика. И вот эта история наткнула меня на такую... На такое воспоминание еще из моего детства. Это вообще был пипец. Я жила все детство в маленьком городе. В маленьком городе. И у нас в нашем прямо доме жил странный мужик. Сейчас расскажу. В соседнем подъезде буквально. Во-первых, я его помню с самого раннего детства, что мы играли, а он все время смотрел в окно. Все время смотрел в окно. Знаешь, на дом оборачиваешься, его башка всегда торчала. Из окна. Вот эти вкусные роллы, они политы как будто соусом том-ям. Короче, как-то раз с мамой мы шли. Вечером, ночью. Из магазина была зима. Было, знаете, темно в подъезде. Бывало так раньше, что свет вырубали. Сейчас вообще такого нет. Раньше прям вечер, темный вечер, света в подъезде нет. Ну, нормально. Короче, мы заходим в темный подъезд. Мама идет вперед меня. Поднимаемся к лифту подходить. Она, получается, за угол заходит к лифту и просто раздается крик. Она орет. А-а-а! Очень сильно. Кидает сумки, и мы с ней просто пулей вылетаем из подъезда. Как оказалось, там за углом, я не видела ничего, там за углом был этот же мужик, скорее всего, я так предполагаю. Мы его все называли, не буду даже говорить, как это ужасно, не при еде будет сказано. Ну, вы поняли, что он там делал. Он там стоял и наяривал за углом. Мама вылетела со мной из подъезда, орет. Потом позвонили, чтобы дедушка спустился, за нами там. Никого уже там не было. Становясь чуть постарше, я помню, что мы гуляли с девчонками в парке, и было такое, что, ну, типа, он просто стоял и наяривал где-то в кустах. Этот мужик с нашего дома, который все время смотрел в окно на детей играющих. И, знаете, было такое ощущение, как будто бы все об этом знают. Вот я маленькая, я даже никому и не сказала об этом. Ну, или я что-то, знаете, сказала, но как-то мои слова не были восприняты всерьез. Хотя вот после этого случая с мамой с моей. Наверное, можно было бы как-то, ну, там, не знаю, заявление в полицию написать. Это очень неадекватное поведение, правда? А знаете, как будто бы, вот было такое ощущение, как будто бы все о нем знают и все молчат, типа, потому что он безобидный. Вот так было. Я была ребенком, естественно, я это не обсуждала, да, там ни с кем. Но такое ощущение у меня складывалось вот по этому соседу. И он так и прожил. Я помню его лицо очень хорошо. Он ходил, здоровался всегда. Но он занимался такими вещами. и по факту мы не знаем. Это нам повезло, что нас там он не тронул. Возможно, кого-то он к себе заманил, кто вот молчит до сих пор. Но никто об этом ничего не говорил. Мы даже с девочкой его называли определенным словом из-за этого на букву Д начинается на Д, кончается на А. Все об этом знали и все молчали. Понимаете? Вот эта вот ситуация с этим мужиком в парке, который просто меня вынес. Но, если честно, это неадекватно. Знаете, он ходил по пятам и смотрел, пярился. Может, он подумал, что я подросток. Такое тоже может быть. Но мне, допустим, в детстве ну, как-то меня пугали, конечно, маньяками, но мне никто не объяснял, какие твои границы. Когда ты увидел человека, который там в кустах стоит, что нужно там звонить в полицию, что это, типа, не ничего страшного, это ужасно. Так, не должны себе вести люди в обществе. И, мне кажется, очень важно детям объяснять это прям с малых лет, чтобы у них было четкое понимание, что если что-то такое случается, нужно срочно говорить взрослому, убегать от этого. И насколько я знаю, что сейчас детей вообще учат с ранних лет, там, с двух лет самосознанию такому, ну, типа, что, там, это у тебя член, это богина, и в этом нет ничего такого постыдного, что это такие же органы тела, как там, рука, нога и так далее. У мальчиков одно, у девочек другое, не нужно там друг к другу лезть, смотреть, проверять и так далее. То есть, у нас с детства этого не было, и не знаю, мне кажется, детям нужно объяснять такие простые истины, чтобы они были защищены и не попали вот под влияние, знаете, бывают там каких-то преподавателей и так далее. Потому что я вот разные истории, да, смотрю, и вот дети самые слабые, знаете, незащищенные, они совсем ничего не говорят родителям чаще всего, когда такое случается. Когда они попадают под влияние таких людей. Было, я думаю, знаете, тысячу историй, как там какой-нибудь учитель музыки и пошло-поехало. Поэтому я же своим детям буду объяснять, что это твое тело, это твоя граница, ты никому не должна разрешать, чтобы там не тебе никто ничего показывал и чтобы там не дай бог тебя кто-то трогал, еще что-то. Потому что все-таки таких сумасшедших людей очень много на самом деле мы просто о них мало что знаем. Чаще всего эти люди скрываются под маской нормальности, как вот тот наш сосед. Обычно абсолютно был дед, знаете, в очочках, с бородкой. Я вам говорю, это не был какой-то маньяк или сумасшедший. Он был большим человеком. И мы никогда не можем знать, что в голове у другого человека, поэтому всегда нужно оберегать себя, оберегать особенно своих детей, братьев, сестер. всегда знаете, быть на стороже со всеми воспитателями, учителями и со всеми теми, кто вообще контактирует с вашим ребенком. Вот, поэтому вот эта история с этим странным мужиком в парке напомнила мне ту историю с детством. И вот я вам честно скажу, мы всем двором знали, что он такой. И никто ничего, во-первых, родителям своим не сказал. Часто взрослые не замечают многих вещей. У них свои дела, они бегут, они в работе и могут упустить что-то важное. вообще такие темы меня на самом деле интересуют. Я часто смотрю, знаете, какие-то страшные видосы, ну, не страшные, а про какие-то преступления. Я думаю, что вы тоже смотрите. Потому что я недавно видела такой ролик, типа он попросил что-то посмотреть с моего ютуба, также мои рекомендации, там, знаете, маньяк, убийца и так далее, типа криминальной России. Если у вас, кстати, были какие-то такие истории в детстве, в подростковом возрасте, столкновения с такими вот людьми неадекватными, пишите мне. Если таких историй будет хотя бы там, ну, несколько, то интересно будет их рассказать вам, если они правда будут какие-то такие, ну, прям уж интересные. Вот, мои истории не прям что интересные, потому что, в принципе, ну, видела и видела, но, тем не менее, я понимаю, что, допустим, это все, ну, просто так повезло, это могло быть по-другому. Вот, поэтому будьте внимательны к себе, своим близким. как вам роллы? По мне норм, особенно за такие деньги. Вот, но если прям хочется вкусные роллы и прям полакомиться и так далее, нет, это не эти, конечно, это вот на повседнев абсолютно нормально, я до этого у нас вот было два сета, которые снимала с сестрой и одна, там роллы были действительно, ну, интересные, гурманские такие, здесь же это просто как на перекус, типа. кстати, кому интересно, на связи я в телеграм, если есть что сказать, какие-то комментарии, заходите туда, пишите, на ютубе как-то у меня стало много негатив в комментариях, поэтому я нечасто туда захожу. Вот в телеграме я бываю намного чаще. Ну что, будем закругляться, наверное. Наелась. Ребят, вот и все. Все контакты я оставляю под видео. Пишите, если вдруг у вас были такие ужасные случаи в жизни, мы их обсудим. Вот. По суши, воку нормально, можете заказывать, тем более по 250 рублей вообще отлично, я считаю. В целом, все. Если заказывать их за полную цену, ну, я бы добавила и заказала что-нибудь поинтереснее. Спасибо большое вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в телеграм. Там я общаюсь, там мне нравится больше, чем в комментариях в ютубе, вот, поэтому жду вас там. Все, всем пока. Пока.